Ветер Нельзя увидеть, можно увидеть, что он производит. Это некое невидимое такое движение, которое производит очень интересное действие. Так вот, драгоценное, каждому из нас нужно что-то от чего-то освободиться и чем-то наполниться свежим от Господа. И это приносит это движение Духа Святого. Если вы смотрите на новый 2017 год, как на еще один год, еще какие-то новые цифры, было 2016, сейчас 2017, вы можете быть как наш город под смогом. Время меняется, день приходит новый, смог остается. Что приносит новизну в нашу жизнь? Не новая цифра. В нашу жизнь новизну приносит свежее ренье Духа Святого. Я очень бы хотел, чтобы то место Священного Писания, о котором мы сегодня с вами будем говорить, вот принесло вам сейчас такое освежение от Бога, хотя вроде бы история очень известная. Давайте откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна, пятую главу. Я очень люблю это Евангелие, и мне нравится в этом Евангелии, показаны, наверное, как ни в каких других Евангелиях. У синоптиков этого меньше намного. Вот такие встречи Иисуса с отдельными людьми, такие индивидуальные встречи. С Никодимом мы читаем в третьей главе, да? С Самарянкой мы читаем в этом Евангелии в четвертой главе. И вот смотрите, еще одна встреча, пятая глава. Евангелие от Иоанна, первый стих. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов». Севернее храма в Иерусалиме была такая купальня, называлась Вефезда. Вефезда означает «дом милосердия». Купальня. Когда в Иерусалиме велись раскопки, то как раз севернее храма у овечьих ворот обнаружили остатки таких пяти крытых колоннад. Ну или как у нас написано в синодальном переводе, пять ходов там было, что подтверждает точность. Да, там был такой купальня, то есть такой был бассейн. Он там даже был не то, что бассейн, был такой двойной бассейн, разделенный перегородкой, и к нему шли пять ходов. И вот смотрите, третий стих. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших». Мы понимаем, что история Библии – это не просто рассказ о чем-то, но это письмо от Бога для нас, которое говорит нам о том, что происходит сегодня. Как бы люди себя не считали, но в глазах Его, в глазах Небес, большинство больные люди. У кого-то боль, кто такой больной? Тот, кто носит боль. Тот, кому больно. Боль одиночества у кого-то. У кого-то там боль недопонимания. У кого-то боль постоянная раздражительность или нервозность. Боль в отношениях. Боль там за детей, боль за внуков. Боль связана с материальным положением. Боль, связанная со здоровьем. Огромное количество, большинство людей больные. И вот смотрите. В ранних манускриптах после вот этих слов «слепых, хромых и сохших» стоит точка. И идет сразу пятый стих дальше. То есть четвертый стих, где говорится, что ангел сходил, там возмущал воду. Кто первый спускался и исцелялся, считают, что это поздняя вставка. Вот не случайно, если вы читаете, например, Библию по современному переводу, в современном переводе вот этого четвертого стиха вообще нет. Там сразу начинается пятый. И даже конец третьего стиха отсутствует. Там, который ожидали, там написано, ожидали движения воды. Там нету. То есть полагать, что это как бы позднейшая вставка, где отражалось такое народное поверье. И вообще, вот этот стих, четвертый стих, там содержится выражение, которое совершенно не соотносится со стилем Евангелия от Иоанна. Конечно, у нас синодальный перевод, у нас там все соотносится по стилю. Это все стили одного и того же переводчика. Но в оригинале четвертый стих отличается и по стилю отличается. Поэтому его там нет. И вы знаете, я думаю, не случайно вот этот стих чуждый. Потому что вот эта система мира. Будь первым, давай быстрее. Мы живем во время чемпионов. Первый получает все. Я никогда не умел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым. То есть надо быть первым, надо все успевать. Вот давай, давай, давай. С лучшим первым чемпионом принадлежит все. Система мира. Все курсы, все тренинги. Как быть первым, как влиять там. Как, чтобы все делали, что тебе надо. Как не делать, что надо другим. Все эти коучинги, все эти всевозможные занятия. И это проникает порой в христианство. Это проникает в церковь. Когда церковь тоже начинает как бы накачивать, что мы тоже должны быть первыми. Призван быть первым. Там давай, давай, давай. Если ты будешь первым, Бог тебя будет благословлять. Порой некоторые проповедники, таких из благих намерений. Ну, недаром говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Они вот как-то пытаются вот вкладывать в Евангелие свои смыслы. Огромное количество проповедей, где просто берется Евангелие и иллюстрирует мысли проповедника. Это не проповедник пытается понять, что имел в виду Иисус. А просто берется для своих каких-то идей, как пример, как иллюстрация. Но Вефезда – это не дом чемпионов, это дом милосердия был. Чтобы к тебе было оказано милосердие, тебе не нужно быть лучшим. Тебе не нужно быть первым. Тебе не нужно пробежать быстрее всех, не нужно прыгнуть дальше всех. Тебе нужно просто быть открытым. Да, большинство проблем наших, мы просто закрыты. Не то, что мы там что-то не сделали, не заслужили, не достигли, не вырвались, не стали кем-то там, не прорвались куда-то. Просто мы закрыты, мы сидим в своих каких-то идеях. И пытаемся вот этого Бога взять в нашу систему, в систему наших идей. Господь, я что-то никак не смог быть первым без тебя, давай-ка приди в мою жизнь, чтобы я с твоей помощью стал первым. У нас некоторое время назад, когда была встреча с молодежью, и мы говорили о том, что это не мы живем жизнь, это жизнь проживает нас. И одна сестра тогда спросила, говорит, пастор, а что вы имеете в виду, это не мы живем жизнь, а жизнь живет нас. Я так вот задумался и вдруг понял, что бы я ни говорил, это будет бесполезно, потому что есть вещи, которые невозможно, да и нет особого смысла понять умом. Ну поймешь ты и что. Но иногда, когда мы находимся в Божьем присутствии, в таком молитвенном ожидании, вдруг порой очень простые вещи становятся не просто понятными, а они словно вот нашим сердцем осознаются и становятся частью нашей жизни. Когда ты понимаешь, что это не ты берешь Бога в свою жизнь, а Он готов взять тебя в свою жизнь, потому что это Он, путь, истина и жизнь. И я сейчас не просто хочу играть словами, это не я беру Бога в жизнь, это Он меня берет, это очень реальные вещи. Потому что христианство, которое всегда пытается взять Бога в свою жизнь, оно обречено на несчастье. Потому что каким бы ты первым ни был, всегда кто-то будет перевеять тебя. Всегда что-то тебе будет не хватать. Всегда тогда что-то не достигнешь и не пробежишь, и как-то будет все не так. И вот смотрите, пятый стих, третий стих. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших. Дальше сразу мы говорим пятый стих. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Там было много больных, но я думаю, это был один из самых там больных. Он жил 38 лет в болезни. То есть он болел столько, сколько некоторые из вас даже вообще и не жили еще на земле даже. То есть один из самых таких безнадежных. Может быть, ты тоже пришел сюда и чувствуешь себя один из самых безнадежных. Вот я самый такой ужасный. Если кому-то, может быть, Бог и может помочь, то и про себя и не уверен. Очень интересно, что гордость наша, плотская гордость, проявляет себя не только в тем, что пытается убедить нас, что мы самые лучшие. Иногда гордость проявляет себя, знаете, как бы наизнанку, убеждая тебя, что ты самый худший. Вот прям самый великий из всех грешников. У всех было плохо, а у тебя было прям хуже всех. Поэтому уж, может быть, кому-то Бог может помочь, но про тебя неизвестно. Потому что там всем было тяжело, а тебе прям тяжелее всех. У всех было плохое детство, а у тебя было самое ужасное детство прям. Всех есть шанс, у тебя прям никаких шансов быть не можем. И вы знаете, сколько людей я встречаю, которые убиваются своими проблемами, своими трудностями, своей болью. Ты скажешь, как такое может быть? Да очень легко, потому что у нас все извращено. И, к сожалению, даже боль некоторым приносит удовольствие. Какой я бедный, какой я несчастный, какой я одинокий. Одинокий, как со мной обошлись несправедливо. Я такого не заслуживаю. И тебе протягиваешь помощь, чтобы ты вышел из этой боли, из этого одиночества. Но ты не хочешь, тебе нравится вот так, быть вот в этой боли. Быть вот таким вот непонятым, непризнанным, неоцененным. Вот мир меня не понял там. Или люди от меня отвернулись. И тебя прям аж распирает от гордости какой ты несчастный. Самый несчастный из всех несчастных. Ты такой несчастный, что даже Бог всем поможет, а тебе не поможет. Никак не может Он тебе помочь. И вот ты сидишь вот в своей такой боли, закрытой. Даже сам боишься признаться, насколько тебе хорошо от этой боли. И вот смотрите, шестой стих. Иисус, увидев Его, лежащего и узнав, что Он лежит уже долгое время. Вот интересно, что по-гречески здесь стоит не узнав, а зная. То есть никто Иисусу не рассказал. О, там есть больной, 38 лет болеет. Нет. Он сам уже знал о Нем все. Вот точно так же, сколько нас здесь нет. Бог о каждом из нас знает все. Он не ждет, когда ты помолишься и расскажешь Ему о своей проблеме вообще. Или как у тебя в жизни тяжело. Он прямо сейчас знает о тебе. Знает о тебе все. И вот смотрите. Зная, узнав, что Он лежит уже долгое время, говорит Ему. Хочешь ли быть здоров? Вот согласитесь, странный вопрос. Человек 38 лет болеет, там не знает, сколько времени лежит. Вот ты просто приходишь в больницу, там вот. Недавно пришлось там быть. Заходишь в больницу, везде больные, во всех коридорах, да? Ты заходишь и ты спрашиваешь, а кто хочет быть здоров? А что бы они тут делали-то, естественно, да? Тогда, если бы не хотели, дома бы умирали. Хочешь ли быть здоров? То есть, смотрите, кажется, такой странный, бессмысленный вопрос. Хочешь ли быть здоров? Ну, на самом деле, это не странный. Потому что, если говорить, что большинство людей больны, большинство имеют боль, боль одиночества, боль отверженности, боль непонимания, боль разногласий, боль ревности, боль зависти, боль нервозности. И потом начинаешь общаться с людьми, с удивлением обнаруживаешь, что большинство вот этих больных людей хотят верить не в Бога, который поменяет их, а в Бога, который поменяет их обстоятельства. Не в Бога, который исцелит их, а в Бога, который исцелит их ситуацию. Вот даже вот смотрите, я поясню сейчас. Вот у нас коробка мечты, и мы каждый год, весь первый месяц, весь январь молимся за мечты, планы и цели, которые мы с вами написали на Новый год. Я не знаю, я не смотрел, не читал, но когда я общаюсь, я знаю, что там, Бог помоги мне, чтобы вот там так получилось, так получилось, так получилось, так получилось. В основном все наши желания, чтобы в 2017 году, и я абсолютно убежден, это большинство так всегда относятся, и в том числе и среди христиан. Нам нужно, чтобы в жизни что-то поменялось, в жизни, в стране, там, в городе, в обществе, в семье, на работе, начальник там поменялся, или еще что-то. То есть мы хотим изменения обстоятельств, и мы верим в Бога изменения обстоятельств. И намного меньше мечтаний, целей и планов, когда люди пишут, Господь, ну в 2017 году, ну поменяй же ты, наконец, меня. Ну устал я уже быть обидчивым человеком, и мне плохо из-за этого, и всем близким плохо, ну такой я вот обидчивый, поменяй меня, Господи. Или нервозный, такой я. Ну устал я уже вот из-за ерунды. Поменяй. Или раздражительный, что не по мне все, потом, конечно, стыдно, каюсь, а все же там наделал делов. Или завистливый, вижу там у ближнего что-то лучшее. Неделю у меня настроение плохое, а когда у ближнего снова плохо, мир. мы вот мучаемся об этом, мы больны, но мы видим, что большинство наших проблем, почему мы несчастны, да не потому, что что-то в жизни не так сложилось, нам так кажется, вот в жизни не так сложилось. Ну не так сложилось все в жизни. Вот смотрите даже вот седьмой стих. Больной отвечает, вот Иисус спросил, да, хочешь ли быть здоров? А больной отвечает, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. мы не осознаем, что мы больны, мы всегда жалуемся на обстоятельства. Я такой нервный, потому что сейчас мы живем там, и начинается уже дальше, уже по мере фантазии, сейчас такое время, что сейчас невозможно быть ненервным человеком, потому что такой поток информации, которым наша психика не может справиться, поэтому я такой нервный. Или у меня плохие отношения в моей семье, потому что вот так вот мы, такая ситуация, мы живем в такой маленькой квартире, и поэтому мы все время ругаемся, потому что нам даже разбежаться некуда. Если бы у нас поменялись жилищные условия, у нас сразу было бы счастье, гармония, любовь была бы в семье, а так никак не получается. Я хотел бы мне никто не помогает, одному обращусь ему некогда, второму некогда, кто же меня опустит-то в конце концов. То есть, помните, все время у меня не хватает денег, потому что сейчас мы живем во время, когда экономические кризисы, плюс санкции, и начинает, то есть у тебя все время есть какие-то вот объяснения, объяснения, что-то всегда не так, и мы жалуемся на ситуации, и вот мы пишем наконец-то в коробку нашей мечты, когда же наконец появится этот золотой человек, который опустит нас первыми в купальню. В 2016 году он не появился, в 2015 году он не появился, но может хоть в 2017 году он появится. Вот ждем вот этого сказочного чего-то, знаете, вот ожидания сказки, вот этого, вот нам всегда хочется, чтобы четвертый стих был, почему он так близок, я вот даже вот говорю, а некоторые не нравятся, говорят, пастор, а мне нравится четвертый стих, вот что ангел приходит, возмущает воду там, вот нам так нравится, что ты вот сидишь, сидишь уже 38 лет, на 39-й год, раз ангел пришел, ну наконец, вот мы все что-то ждем вот такого, сказочного какого-то ангела, это вставка драгоценная, нет этого в ранних манускриптах, никакого вот этого Фу! Возмущение воды. Бог по-другому действует сегодня, по-другому. Вот ждешь этой сказки когда-нибудь, наверняка, вот это все ожидаешь ты, и сидишь, и сидишь, и сидишь. Хотя мы в последнее время много говорим, вот помните, когда у нас было служение про Жезл, у тебя в руках есть все, в чем ты нуждаешься. Ты просто порой не понимаешь, что у тебя есть. И ждешь какого-то супер-Жезла. Если бы Моисей знал, что Жезл совершит, и он море разделит, воду выбьет из скалы, да сколько там чудес происходило из Жезла. Но когда Бог спросил Моисея, что у тебя в руках? Ну что, Жезл? Я же тебя не о Жезле, я же тебя о чудесах прошу. Я же тебя прошу чем-то невероятным, ну Жезл. Все, что тебе нужно, Бог тебе дает. Проблемы мы это не видим. И нам кажется, нам все время какого-то ангела не хватает. Нам всегда не хватает какого-то четвертого стиха. И поэтому мы несчастны. Может, в семнадцатом году этот четвертый стих-то наконец появится, и спустится ангел с неба, и все у нас наладится, и боль уйдет, и мы станем чемпионами. И ты придешь на работу, а начальник скажет, наконец-то, наконец-то ты пришел, а я тебе в десять раз зарплату хочу поднять. Молодец, что не уволился. И ты скажешь, вот слава тебе, Господи. И все у тебя наладится, и все получится. И начальник тебе зарплату увеличит, и жена скажет, извини, я всю жизнь с тобой поступала неправильно, а ты золотой человек. И дети придут и скажут, папа, как же мы тебя не ценили, да? И встанут на колени. И ты скажешь, ну вот все, что я написал, там все свершилось. Понимаешь, вот все вокруг изменится, только ты, старая тварь. А Библия говорит, кто во Христе Иисусе, кто во Христе Иисусе, тот живет в новых обстоятельствах. Нам бы так хотелось. Кто во Христе, тот в новых обстоятельствах. Кто во Христе, тот уже по этой земле не ходит. Да? Кто во Христе, тот сразу же куда-нибудь в виза на экватор, в самую теплую страну, где все время лето, где Чунга-Чанга песенку поет. Все. Вот ты хочешь. А кто во Христе, тот новая тварь написана. Новая тварь. Ну, синодальный период, новое творение, новое создание. Да? Но мы хотим быть старой тварью с новыми обстоятельствами. А Бог делает новую тварь. А обстоятельства те же самые. Просто ты уже должен все по-другому воспринимать. А мы от этого ждем. Чего-то особенного. Хотя то, что мы можем сделать, что у тебя есть? Да ты сам у себя есть. Вот ты сам у себя есть. Делай что-то. С собой. Ты есть. Чего ты такой ворчливый? Чего тебе все не нравится? Почему ты все время обижаешься-то на всех? Есть такие люди все время. Вот у них все время плохо. Поговоришь с кем-то. Иногда я даже чувствую, бывает, вот, например, вот Бог наполняет, и говоришь какие-то вещи кому-то человеку. Раз, он бывает обижается. Ой, как ты пастор-то это. Ну, обижайся, обижайся. Живи в обидах. Таких людей очень много. Сколько людей? Один мне говорит, Виктор, там столько бывает на тебя людей бижен. Ну, допускай. Это что, моя проблема, что ли? На Иисуса обижались. Еще больше. Я вам говорю честно, надо менять эти все вещи. Менять. Можно сидеть с болью и оплакивать, и ждать ангела с неба, и сидеть годами, оплакивать, и ждать, когда же сейчас жизнь поменяется, когда ситуация поменяется, когда обстоятельства поменяются, когда все будет чудесно и прекрасно в твоей жизни. И ждать этой новогодней ночи, когда все поменяется, все по-другому пойдет уже. Все не иначе будет. И сидишь, и ждешь сказки. И думаешь, что вот эта жизнь с Богом, такая сказочная жизнь, была не сказочная, а стала сказочная. Было как-то все непонятно, а тут все сейчас по щучьему велению, по моему хотению. Все так стало. Не случайно все на дальнем переводе есть вот этот четвертый стих, правильно? Потому что он соответствует всем щукам, золотым рыбкам. Сапогам, скороходам, скатертям, самобранкам. Мечам, гладенцам. Ничего не надо, тренироваться. Взял чудо-меч, всем голову посрубал. Не надо бегать каждый день. Одел сапоги, чемпион. Не надо учиться готовить. Правильную скатерть найди. Потому что не найдешь неправильную скатерть, оба женой будете голодать. Поэтому вот он и отвечал. Так, Господи, но не умея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода, когда же я прихожу, другой сходит прежде меня. То есть, смотрите, вот мы часто живем в иллюзии, что главная наша проблема, мы ничего не успеваем. Сейчас такое время, мы ничего не успеваем. Уже пошел, а там кто-то прежде тебя уже. Кто-то вот, кто-то все время что-то вот вперед тебя успевает. Вперед тебя. Я помню, мы когда с Дианой учились в Швеции, это был 93-й год. И вы сами помните, это только-только вот время новой, молодой России, да? Помните же это время, да? Когда очень тяжелая была ситуация, экономическая. Ну, я, конечно, не знаю, когда у нас была легкая. Но тогда что-то было особенно тяжело. Вот. Бизнес появлялся как-то, еда была дорогая. Ну, вот эти все. Только появились какие-то такие западные, там, Марс, батончики, Сникерс, вот всякое. И все очень дорого было. Вот, одежда была дорогая. И когда мы с Дианой учились в Швеции, то там шведская церковь в Упселе, они, вот этот библейский центр, тогда это был самый большой библейский центр Европы, вот, они решили сделать студентам из бывшего Советского Союза такое благословение, и сказали своим шведам, христианам, что, говорят, вот если у вас есть какие-то вещи, которые вам не нужны, ну, как вот мы делаем здесь? Вот. Вы приносите одежду там, вот. Ну, а там все-таки высокий уровень жизни, и там многие люди чуть ли не новое приносили, вот так вот. Ну, конечно, там было и новое, было... Как мы с тобой приносим. Вот, было не новое. И там в определенные дни был завоз, как бы, новых, когда выкладывали новые товары, вот эти, в этом магазине, и у нас был какой-то лимит, мы каждый месяц могли брать определенное количество одежды. Вот. И когда мы с Дианой приходили в этот магазинчик, там все время почти что все студенты из бывшего Советского Союза побывали вперед нас. Почти все. Там большинство из Украины было, вот. Они очень шустрые были. И сейчас над Украиной нельзя смеяться, понимая, это уже политическое дело, но это правда было так. Я впервые тогда понял разницу между русским и украинцем. Раньше думал, мы один народ, мы один народ. А я увидел, что у всех свои проблемы. Как бы у украинцы, они полезут туда, куда не надо полезть, а мы и куда надо не лезем. Вот. У нас, к сожалению, тоже свои минусы есть, главная проблема, это такая ленность какая-то. В общем, мы когда приходили, мы когда приходили, все время кто-то был впереди нас. Вот все время. И вся лучшая новая одежда была разобрана. А что оставалось? Ну, оно и нам было не нужно, естественно, да? Вот. И мы вот ходим туда, и я еще удивляюсь, вроде бы окончились уроки, мы с женой, ну не старые люди, так не вошкаемся там где-то ходим, мы одеваемся, выходим, идем в магазин, и когда мы подходим к магазину, все идут уже из магазина. Да правда так было? Я понять не мог это чудо. Вот. Никогда не получалось. Вот. Один раз мы проходим, вот. И в итоге мы, вот, ничего там не брали практически. Ну, мало очень брали, потому что там все плохое только было. Все время кто-то вперед нас оказывался, и все вот. Вот, конечно, интересная история, как нам в секонд-хенде плохо было, да, в Швеции? Вот. И у меня такое возмущение думал. Я сначала стал на людей возмущаться. Думаю, ну раз первыми пришли, ну два первыми пришли, ну три, ну что же вы каждый раз-то первыми приходите? Ну дайте другим первыми прийти тоже, хоть разочек в месяц, так говорю. Прям так возмущен был, все время что-то старое. Все уже там это все, ну вот, вот такое возмущение было. Ну и потом уже наступило отчаяние. Так подумал, ну все, так вот и ничего, не будет у меня никакой одежды теперь из Швеции. Вот так вот все украинцы разобрали. Вот так вот. Какое-то такое было у меня состояние. Потому что я его понимаю, этого дядю. Он 38 лет болел. Только соберется исцелиться, а там другой. Все. Талончики разобрали, ему не хватило к врачу. У врача пять человек прием только. Он взял шестой талончик, все. Шестого не принимает. И так 38 лет ходит на прием, талончиков не хватает. Можно представить себе, да? Ситуация такая отчаянная. Вот. Ну у нас в Швеции все хорошо закончилось. Потому что я вот так вот подумал. Мы ходили, сначала мы как все русские люди роптали. Правильно? Мы ходили, роптали. Потом уже как-то стали смотреть на ненавистные черты другой национальности. Понимаете, да? Вот. Видели в этом заговор против русского народа. Вот. А потом однажды, я сказал, ну, у нас такая идея родилась интересная. Говорит, если у нас ничего не получается в магазине секонд-хенд, да? То, может быть, Бог не хочет, чтобы мы там благословлялись, а Бог желает нам давать благословение в другом месте. И когда у нас вот это поменялось, что-то внутри у нас. Вот Диана здесь сидит, она знает. Бог настал благословлять новой одеждой из магазинов. И там целая история, как у нас появлялись деньги, как мы вещи. И Бог настал благословлять в обычных, нормальных магазинах. Может быть, одежды у нас, когда мы ехали со Швецией, было меньше, чем у тех. Но она была классная. Поймите, у Бога всегда есть вариант. Только Он хочет, чтобы ты поменялся. Ты хочешь, чтобы ты успела, все опоздали. А Бог часто хочет, чтобы ты шел в другую сторону вообще. К другим магазинам. В другом направлении. К другим целям. Ты, может быть, думаешь, что самое главное, чтобы там что-то изменилось в тебе в жилищном вопросе, на работе. Самое главное, что должно измениться, это в твоей жизни. Хочешь быть счастливым, ты думаешь, начальник поменяется, ты счастлив станешь. Он на меня ворчит целыми днями. Да придет другой, и еще больше ворчать будет. Или другой начнет ворчать, или еще что-то. Жена начнет ворчать. Но все время проблема в нас. Может быть, что-то внутри нужно поменять. В 2017 году. В своей жизни изменить. Вот она мечта. И вот, смотрите, последние стихи этой истории. Восьмой стих. И Иисус говорит ему, Встань, возьми постель твою и ходи. Встань, возьми постель твою и начни ходить. Это все находится в твоих руках. Не случайно на Востоке говорят, что великие пути начинаются с первого шага. Начни что-то делать в своей жизни. Меняй себя. Вот я уже 38 лет молюсь, чтобы мне не обманывать. Просто встань и не обманывай. Что так просто, что ли? Очень просто. А может, лучше мне освободиться от беса лжи? Ну, усложняй себе жизнь. Придумывай себе сказки. Без лжи, без похоти, еще что-нибудь там, венец безбратья. Придумывай себе. И ищи, кто бы снял все эти венцы, бесов изгнал. Целая игра получается. Со своими правилами. Хочешь, играй в эту игру. 38 лет можешь играть в эту игру. Играйтесь в эти игры. Хотите, играйтесь. Да куча людей в христианстве играется в эти игры. Так им классно. Такие восторженные игроки. Но если ты хочешь реальности, встань. Возьми постель твою. Или как в современном переводе, возьми циновку. Что-то делать. Начинай сам. Что-то делать. Вот я не знаю, что я такое обидчивое. Перестань обижаться. Перестань обижаться. Вот чувствуешь, опять, со мной не спрямо. Изнутри эта змея начинает подниматься. Что-то с тобой опять как-то плохо обходится. Слышишь, пас ее. Кажешь, да нет, это неправда. Это не то, что со мной так плохо. Это я опять что-то чудю. Начинай делать. Бог тебе поможет. Иисус тебе поможет. Но это не ангел, который все будет за тебя делать. Воду там возмущать. Человека подзывать, который бы взял тебя, окунул, все за тебя сделал. Ты вышел, как Иваношка дурачок в сказке. Все. Богатый, молодой, красивый. Встань. Не надо ждать чего-то. Вставать надо. Начинать ходить. Как, помните, знаменитые слова Казимы Прудкова? Хочешь быть счастливым? Будем. У тебя все есть, чтобы быть счастливым. Даже без этой коробки. Кажешь, пастор, я буду счастливым. Если вот все, что там я написал, мой список из 95 тезисов, которые я... изложил там. Вот поэтому, на самом деле, то, что Илья сегодня говорил, да, ведь это такой интересный год юбилейный и 100-летие Великой Октябрьской революции, и 500-летие Реформации. Илья назвал Октябрьской. Ну, в шутку, потому что это тоже было в конце октября. Да? Однако, смотрите, мы говорим революция Октябрьская, но не говорим Октябрьская Реформация. Почему? Потому что есть большая разница между революцией и реформацией. Революция, это вот мы ожидаем. Знаешь, вот мы жили, жили, жили. Плохо? Плохо столетиями. А сейчас возьмем, вот, в октябре. Возьмем, все поменяем. Уберем, поменяем начальство, все поменяем, и будем жить хорошо. И вот так вот за октябрь все поменяется в нашей жизни. И мы видим, все поменяется в жизни. Вот это проблема всех революций, что они думают, вот так взялись. Протестанули хорошенько. И все, и хорошо стало. А как получается в жизни? Протестанули, поменялось, смотришь, убрали одного вора, сейчас другой стал. Так же ведь? Вот это желание быстрых пилюль. Вот скушал, похудел. Что-то раз, октябрь, зажили хорошо. Реформация не называется октябрьской, хотя в октябре символически началась. Почему? Потому что реформация – это не событие, это процесс, который начинается в октябре, продолжается в ноябре, развивается в декабре. Он идет, и идет, и идет в тебе. Когда ты понимаешь, да, вот уже обижаешься меньше, но еще раздражаешься из-за ерундой. И ты понимаешь, твое раздражение никаким образом не влияет на неприятные тебе события, даже наоборот. Мало того, что событие неприятное, твое раздражение еще усугубляет проблему, потому что раздражение ничего не может понять, а хуже тебе делает. Какой смысл раздражаться, тратить эту энергию на возмущение, хотя ничего не поменяется из этого. Может быть, надо начать что-то менять в себе? А мы не хотим вставать, брать постель твое, мы хотим лежать и ждать чего-то все время. Ангелов ждать, еще чего-то ждать, чудеса какие-то ждать, чудо-рыбку ждать. Вот что хотим. Ждать, когда ситуация изменится. Ждать, когда в конце концов вот изберут такого президента, который, как в Швейцарии, сделает референдум и скажет всем гражданам России, независимо от того, работает человек. Если ты гражданин России, тебе просто каждый месяц 120 тысяч дают и живи как хочешь. Хочешь еще работать, а не хочешь, езжай сразу в Таиланд. И ты сидишь и ты ждешь. Когда у нас как в Швейцарии будет? А потом смотришь, еще швейцарцы не хотят за это голосовать, говорят, зачем нам деньги, мы хотим работать. Думаешь, вот дураки. А нам бы дали бы деньги, мы бы все разъехались. Ну, некоторые страны, если не работают, миру только лучше на самом деле. Но вот это, знаете, вот сам такой подход, ожидание чего-то такого. Вот это ожидание. И вот точно так же сегодня Иисус, который во веки тот же, Он находится здесь, чтобы посмотреть в твои глаза. Ну что? Хочешь ли быть здоров в 2017 году? Хочешь ли исцелиться от обидчивости, от раздражительности, от ворчливости, от завистливости? Какие там еще у кого болезни? Алчности, суетливости. Хочешь ли быть здоров? Да не, Господи, я в принципе, я не хочу быть здоров. Вот ты жизнь просто мою поменяй сейчас по-быстрому. За октябрь, за февраль, за приезд Карла Густава, за какую-нибудь конференцию. Поменяй там все по-быстрому. Как помните раньше, вот случится конференция, и все, все поменяется. Ожидали какого-то великого события, свершения какого-то ожидали. И мне достаточно, довольна для меня. Довольна для меня. Хочешь ли быть здоров? Ставишь ли ты на 2017 план, на 2017 год, вот планы себе, исцелиться, вот в этой сфере? Больше не просто говорить о любви, а проявлять любовь. С большим уважением относиться к своим родителям, что-то в последнее время, может, ты забыл их, забросил. Терпеливее быть с детьми, потому что в последнее время ты взрываешься на них по любому поводу и орешь. Хочешь ли ты быть здоров, исцелиться от этого? Ставишь ли ты такие планы себе на 2017 год, исцелиться? Хочешь ли ты верить в Бога, который прежде всего не ситуацию меняет, а тебя меняет? Если хочешь, тогда в твоей жизни будет вот этот девятый стих. Смотрите. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. когда на самом деле 2017 год будет тебя годом исцеления, благодати, здоровья, потому что он будет отличаться от всех 38 предыдущих лет бесплодного ожидания, временем, когда ты будешь вставать и двигаться. Я бы очень хотел, вот я смотрю на себя, чтобы к концу года я стал другим человеком уже, чем в начале. Я вот смотрю на свой характер, на черты, Господи, в чем я болен? Иногда кажется, да, вроде нет, а потом рассматриваешь, столько проблем находишь, что ты хочешь, чтобы изменилось в твоей жизни, в твоем характере, в твоем сердце, в твоем отношении к другим. У нас с вами есть целый год, чтобы встать, взять свою ценовку и начать ходить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!